Так, ну, поехали. Значит, мы с вами в прошлый раз, я напомню, закончили разбираться с полносвязными слоями. Мы в тот раз разобрались с вами про то, как обучаются нейронные сети. Поговорили, что они обучаются градиентными методами, поскольку там все дифференцируемо. Поговорили про то, что там сложная задача – это посчитать производные по всем параметрам. И мы научились это делать. Мы обсудили метод обратного распространения ошибки, который был такой довольно нагруженный математически, довольно сложный. И начали обсуждать, как работать с изображениями. Про изображения мы с вами поговорили, что довольно сложно их там как-то классифицировать или какие-то другие задачи решать с помощью полносвязных слоев и сетей. Потому что там много параметров возникает, потому что полносвязные слои не учитывают специфику изображений. Типа, вы чуть-чуть объект подвинули, все, как бы вот эта архитектура больше его не будет детектировать. Это странно. Ну и пришли к выводу, что надо придумать что-то новое. Ну и чтобы придумать что-то новое, мы с вами вспомнили, ну в смысле мы обратились к тому, что уже было придумано давно в компьютерном зрении. В частности, вспомнили про свертки. И вот, собственно, подумали, что свертка – это, кажется, неплохая операция, чтобы на ее основе вот такие вот архитектуры для изображений придумывать. Ну мы совсем начали это обсуждать, собственно, сегодня мы это дело продолжим. Мы подробно обсудим, как работают свертки и сверточные слои, какие там нужно требования, за какими требованиями нужно следить, когда мы будем выстраивать такие вот нейросети сверточные. Ну и в конце поговорим в целом про сверточную архитектуру, если успеем. Давайте сначала напомню. Значит, мы обсуждали с вами, что свертка – это такая операция, которая на вход принимает картинку любого размера, абсолютно любого. Не обязательно квадратную, причем она может быть прямоугольная. Значит, принимает на вход картинку и фильтр. Фильтр задает, по сути, некоторый паттерн. Кстати, вот иногда я в разных местах лекции читаю, и вот бывает меня слушатели ругают за то, что используют слово паттерн, типа непонятно, что это такое, глицизм какой-то. Надо по-русски как-нибудь. Вот не знаю, вот вы бы как на русский перевели? Типа вот паттерн, который мы ищем на изображении. Как сказать полностью по-русски, какие у вас идеи? Шаблон, образец. Ну, шаблон, наверное, да. Оттиск. Оттиск, мне нравится, стандарт. Вот Тася говорит, что это устоявшиеся заимствования. Вообще, я тоже так считаю. Значит, это так. Вот у меня есть фильтр, который, по сути, определяет некоторый вот шаблон, да, или вот оттиск, как вы сказали, который я хочу найти на картинке. И дальше я бегу в этим фильтром по изображению, типа ставлю его вот сюда, этот фильтр. И перемножаю покомпонентно и складываю. Записываю результат сюда. Потом я вот так сдвигаю на единичку вправо этот фильтр. Тоже перемножаю, складываю, записываю вот сюда результат. Ну, и так далее. Вот так повторяю до тех пор, пока не получу итоговое изображение. То, что получается, называется сверткой. Ну, мы обсуждали, что свертка – это такая штука, которая, если потом взять максимум по картинке, она инвариантна к сдвигам. То есть, например, если я ищу фильтром вот такой вот паттерн, уж простите, что это слово буду использовать, типа единички на диагонали, то неважно, где они на изображении, вот здесь они в правом нижнем углу или вот здесь в левом верхнем углу, если я сверну с этим фильтром и потом по получившейся картинке возьму максимум, то и тут, и тут получится двоечка. И вот, соответственно, уже я смогу сделать вывод, что и там, и там этот паттерн есть. Окей, в коэндэй подсказали, что так перевели бы. В принципе, согласен. Так, почему не было пуша в канал со ссылкой, спрашивает Кирилл. А надо, да? Я что-то просто, когда у меня настроение как-нибудь пошутить в канал, я пишу шутку, чтобы ее оправдать, еще ссылку прикладываю на лекцию. А если настроения нет, как вчера его не было, то не присылаю. Но если надо, давайте буду делать, хорошо. Ну вот, я говорил, что есть такой вот фильтр Собеля. Для тех из вас, у кого уже были семинары, вы даже его попробовали в Пайторче заиспользовать. Было же такое на семинарах? Напишите плюсик, кто-нибудь тут семинара. Было, да, вот замечательно. Вот, значит, вы на семинарах попробовали его заиспользовать, посмотрели, как работает. Наверное, убедились, что действительно он там что-то понимает про картинку, находит вам там горизонтальные или вертикальные переходы. Ну, в общем, свертки действительно использовали раньше для вот решения таких несложных задач из компьютерного зрения. Ну, давайте, собственно, на этом с болтовней закончим и запишем формулу для свертки. Мы же тут с вами математикой занимаемся все-таки, да? Значит, формула вот такая страшная получается здесь. Давайте ее подробно разберем. Значит, что здесь у нас есть? Во-первых, вот им – это имидж, типа изображения. Их у меня здесь два. Image out – выходное, то, что получается по итогам свертки. И image in – это входное изображение. Вот картинка, которая мне подается на вход. Ну, картинка, давайте считать, что у меня двумерная. То есть она такая прямоугольная. У нее вот такой вот прямоугольничек, такая сетка. В каждой ячейке этой сетки какой-то пиксель. У него есть свой там цвет. Ну, допустим, картинка там черно-белая. Тогда в каждой ячейке будет либо 0, либо 1. Либо, например, картинка может быть с оттенками серого. Тогда там будет от 0 до 255. Чем больше это число, тем темнее. Вот. Ну, то есть примерно вот такая идея. Итак, и что я делаю? Значит, допустим, у меня фильтр. Мне очень тяжело писать мышкой, но вроде бы даже фильтр нормально получился. Допустим, у меня фильтр имеет размер 2D плюс 1 на 2D плюс 1. Такой вот хитрый размер. Ну, вот мне так захотелось. Так вот, Марина говорит, что на прошлом слайде был нарисован вертикальный фильтр. Написано, что горизонтальный. Я это взял из интернета. Да, все вопросы к интернету, как бы, если там косяки есть. Но хорошо, что сказали, я перепроверю. Я посмотрю потом. Итак, значит, вот у меня есть фильтр вот такого размера. Ну, и давайте я буду нумеровать его строчки и столбцы не от единицы до 2D плюс 1, а вот так. Это у меня столбец номер минус D, это у меня столбец номер минус D плюс 1 и так далее. Столбец номер 0, столбец номер 1 и так далее. Столбец номер D. Вот так я их пронумерую. Ну, типа у меня симметричные такие индексы получаются. Ну, и строчки аналогично. Строчка минус D, строчка минус D плюс 1 и так далее. Строчка номер D. получается вот у меня всего 2d плюс один строчек здесь и так дальше как я вычисляю пиксель в выходном изображении с координатами x y вот у меня есть выходная картинка какая-то это вот image out и в ней вот есть какой-то пиксель вот этот с координатами x y как я вычисляю нем значение значит что я для этого делаю для этого я беру входное изображение что-то я как-то рисую конечно их странном порядке но тем не менее беру входное изображение беру в нем пиксель тоже с координатами x и y и ставлю с центром в этом пиксели мой фильтр в этот самый фильтр размера 2d плюс 1 на 2d плюс 1 дальше я делаю я записываю сумму по и от минус д д д д и пажи от минус д д д д я беру пиксель из входного изображения с координатами x плюс и и y плюс же то есть например если у меня и равно минус d и же равно минус d я беру пиксель с координатами x минус d y минус d это будет в этот пиксель угловой до x минус d я д вычел вот как бы сдвинулся вверх по сути и y минус d сдвинуться влево вот получаю вот этот пиксель хорошо значит беру его и умножаю на соответствующий номер в моем фильтре то есть вот фильтр у меня обозначается буквой к к к это типа сокращение от кернул ядро его еще ядром называют иногда вот значит беру в нем тоже пиксель с номером минус д минус д и умножаю и вот так еду по всему вот этому маленькому квадратику дальше возьму в этот пиксель и умножу его на соответствующий пиксель и моего фильтра ну и вот так просуммирую по всему этому квадратику и результат запишу вот сюда вот такая вот ну то есть я просто виде формулы записал то же самое что мы с вами обсудили про то как работает фильтр а что такое дэн это некоторый ну да определяет размер фильтра я его это параметр я его могу задавать например я могу взять д равным а единица тогда у меня будет фильтр размера 3 потому что вот у меня как бы я получается фильтр координаты от минус d до d если у меня д равно 1 то это минус 1 0 1 получается 3 на 3 фильтр могу взять д равное 2 тогда у меня будет 5 на 5 фильтр такая ситуация так вот она говорит что мы же не можем в качестве центра взять боковые пиксели правильно правильно поэтому итоговое изображение у меня будет меньше то есть если вот это было допустим размера там 10 на 10 то вот это изображение у меня будет уже 8 на 8 вот она станет меньше если фильтр прямоугольный тут формула немножко сложнее будут но вообще так никогда не делают то есть вот в случае с deep learning нам не придется с вами использовать прямоугольные фильтры по крайней мере вот в нашем курсе точно поэтому я даже формулы не буду писать с учетом вот такого случая пусть все будет квадратная так она она ваш вопрос ответил или пояснить еще про то что вот не можем взять и боковые пиксели в качестве центра все хорошо окей так про ну про формулу понятно более-менее как она устроена или может быть какие-то вопросы есть на которые мне лучше ответить видимо понятно ну хорошо ну и что пишите как формула учитывает угловые пиксели они как она учитывает это так что у меня просто координаты у выходной картинки а их как бы меньше вот то есть например если у меня вот входная картинка имеет размер там 10 на 10 то это вот им 1 то выходная у меня будет ну ладно будем считать что я вот так дорисую просто то выходная у меня будет иметь размер 8 на 8 индексы в ней будут типа 2 3 так далее до 8 то есть вот я как бы отрезаю крайние индексы чтобы я случайно не поставил фильтр с центром с краю потому что если его здесь поставлю центр фильтра то мне придется вот где-то взять еще вот эти пиксели пока мы это делать не умеем поэтому я вот буду делать выходные картинки меньше на нужное количество пикселей и нумеровать их как бы от уберу края из нумерации так ну хорошо и вот давайте на эту формулу внимательно еще раз посмотрим и обсудим две особенности которые как раз таки и позволяют сверточным слоям быть эффективными при работе с изображениями особенности здесь две у того как устроены вы эти свертки и у них даже есть свои названия значит название название свойства первое это тоже называется local connectivity типа локальная связанность не знаю так будет правильно перевести свой заключается в следующем что вот смотрите у меня есть выходное изображение в нем есть какой-то пиксель с карнатом x и г и вот в выходном изображении вот этот пиксель зависит только от небольшого кусочка входного изображения вот у меня как картинка выходная out вот у меня картинка входная in вот у меня есть пиксель какой-то вот здесь и он зависит только от кусочка входного изображения от остальной картинки вот этот выход в этот вообще не зависит и это радикально отличает вот этот сверточный слой свертку саму от полно связанного слоя потому что в полно связанном помните у меня каждый выход полно связанного слоя зависит от каждого входа потому это слой называется полно связанным у меня все связано совсем вот здесь это не так и это на самом деле прикольно потому что это позволяет мне сильно сократить число параметров мне нужно выучивать вес с которым каждый входной пиксель влияет вот на этот выходной пиксель нет у меня этот пиксель зависит только там от 9 пикселей на выходном изображении социальных вообще не зависит и киеве соих не связывают это вот как бы такое хорошее свойство вроде бы опять же я вот тут могу совсем сейчас придумать но вроде бы в нейробиологии опять же есть там некоторые соображения на тему того что локальная связность относительно такое свойство там есть где-то в голове но может быть это я сейчас придумываю я совершенно в этом не разбираюсь да и какая нам разница главное чтобы как бы наши задачи решались хорошо второе свойство тоже важное смотрите он называется типа общие веса английских шедуэйтс что это означает вот у меня есть в этот вы как выходной пиксель он зависит вот от этого кусочка входного изображения а есть еще вот этот выходной пиксель он зависит от вот этого кусочка входного изображения но они зависят от разных кусков но с одними и теми же весами до море или Australians кириши да пасти результирующее изображение это выходное так вот то есть вот эти оба пикселя они с одинаковыми весами зависят от своих кусочков входного изображения то есть как я получил в этот пиксель я взял в этот кусочек и свернул его с фильтром а как я бы это получил я взял другой кусочек входного изображения но умножил ровно на тот же фильтр видите вот у меня формуле стоит фильтр вот он и он никак не зависит от x y он один и тот же везде независимо от того какой я считаю пиксель для выходной картинки у меня фильтр один и тот же и вот получается что у меня как бы общие веса при подсчете любого выходного пикселя опять же в полноцвязном слое это не так то у меня каждый выход полноцвязного слоя зависит мало того что от всех входов так еще и веса свои другой выход зависит с другими весами от тех же входа а здесь от веса общее то есть я как то получается максимально уменьшил число параметров во-первых у меня каждый выходной longtime зависит от небольшого числа пикселей на входе и еще веса с которыми зависит одинаковые для всех пикселей и получается что все параметры которые у меня есть чтобы вот такую операцию свертки сделать это собственно значение вот этого фильтра если у меня фильтр 3 на 3 получается мне всего 9 параметров нужно выучить и я это преобразование смогу сделать совсем входным изображением вот прикольно то есть мы вот с вами нашли какую-то операцию какой-то вот слой который очень мало параметров имеет сильно меньше чем полно связанный слой но при этом какой-то разумный даже у него есть хорошие свойства ну позже мы обсудим достаточно ли его чтобы решать наши задачи но пока вот такие выводы воодушевляющие дальше давайте теперь еще учтем один момент который мы с вами упустили я вот вам сказал что ну там может картинка черно-белая а может быть она там с оттенками серого но в жизни то картинки всегда цветные да у нас всегда картинки имеют цвет поэтому нам нужно как-то это дело тоже учесть в нашей формуле ну вот как бы есть разные способы как представить цвет такой самый наверное стандартный это вспомнить про rgb палитру то есть ну как мы знаем каждый цвет можно разложить по трем компонентам по красному зеленому и синему и если смешать нужной пропорции эти три цвета то мы можем любой цвет получить вот соответственно я могу кодировать каждый пиксель тремя числами сколько там красного сколько там зеленого и сколько там синего ну и естественно известно что так я могу любой цвет закодировать кстати а вот давайте вы же люди образованные а какие еще бывают способы закодировать цвета кроме rgb какие вы знаете еще варианты время знает 7 лайки до и часы а расшифровать можете 7 лайки это что-то там м от блин я даже не сумму а это ела всем тоже какие-то вот сиан и маджента пурпурный бирюзовый желтый окей это что тогда последняя компонента в этой палитре а black окей то есть получается пурпурный бирюзовый желтый черный и чё-то по моему вот почему-то эта палитра иногда лучше оказывается что-то летит цвета там печатать легче какие то есть там особенность ну давайте не будем париться и будем пользоваться rgb палитрой да вот рецепт говорит что они в принтере окей да ну замечательно окей значит будем пользоваться разложением по этим трем стандартным цветам по rgb что тогда тогда давайте говорить следующее давайте говорить что у меня во входном изображении появляется третья координата вот есть как бы x y это пространственные координаты а есть еще третья координата c это канал ну c вот channel канал значит то есть у меня как бы каждая картинка представляется по сути вот таким трехмерным массивом ну или как вы уже знаете из семинаров это называют тензором вот и как раз таки вот и пытается в пай торч и тензор флоу обычно оперируйте тензорами как раз но это мне важно вот значит мы каждую картинку будем представлять виде вот трех таких как бы массивов или виде одного трехмерного массива где на одном слое записаны по красной палитре цвета в другом слое по зеленой палитре в третьем по голубой палитре ну его получается вот у меня три как бы здесь канала вы штуки называются каналами окей да вот они к спрашивает мы rgb а от rgb не отличаем и она и рыба это типа что альфа добавляет эту прозрачность можем намутить да ну мы считаем что нас никакой прозрачности нет просто вот мы кодируем цвет в каждой точке мы вот типа по идее же добавление прозрачности это на самом деле то же самое как просто переход к другому цвету типа снижение интенсивности этого цвета поэтому мы вот тут нам это не пригодится окей то есть получается что у меня входная картинка теперь как бы трехмерная поэтому меня добавляется к сумме по как бы x и y по координатам добавляется еще сумма по каналам по c будем считать что у меня в c большое штук и его соответственно у меня фильтре должен еще добавится тоже должен добавиться третья координата по каналу у меня мои фильтры ставятся трехмерными тоже фильтр если у меня был три на три а теперь мне стало три канала мне фильтр становится 3 на 3 на 3 вот такой будет кубик размера три на три на 3 сколько получается 27 уже пикселей днем будет вот ну вот значит вот так можно учесть то что есть цвета просто добавить каналы и фильтры у меня станут трехмерными но как бы в принципе это идею не меняет совершенно тут понятно что произошло или может быть что-то надо пояснить почему выходная картинка без параметра c ну потому что я вот эти вот значит цветовые каналы свернул вот то есть у меня вот как бы пиксель номер x y в выходном изображении вот у меня как бы выходное изображение вот она а вот есть входное изображение в нем три канала было и вот я беру вот у меня x y здесь я беру вот здесь x y и я как бы вырезаю такой вот прямоугольничек размера там три на три допустим из всех трех слоев и суммирую с значениями из моего фильтра то есть я что получить в этот пиксель я просуммировал все три канала я эти три канала свернул вать но чуть позже ирина вы правильно в правильную сторону думаете чуть позже у нас появится с вами третий канал еще выходном изображении буквально следующем слайде так марина говорит что не очень понятно чем эта формула отличается от предыдущей но вот появилась сумма по цену что это c это канал и это цвета если у меня картинка цветная то мне нужно как бы в каждом пиксели по сути знать три цвета красный зеленый голубой чтобы их смешал и получил нужный цвет в этой точке и вот если у меня картинка цветная то она по сути становится вот такой трехмерный у нее добавляется третье измерение это канал три канала вот этих rgb ну естественно чтобы это учесть что у меня картинка теперь стала вот такой сложной я добавляю еще вот это третье измерение и фильтр его тоже добавляю выходная картинка это от всех нейронов слоя или но тут вообще пока нет такой штуки как нейроны то есть пока не думаете в терминах нейронов просто выходная картинка это вот я прошелся фильтром по изображению входному и получил какие-то вот результаты и вот вот результат вот выходная картинка окей хорошо так а почему канал это одно измерение они 3 rgb ну как но у меня в этот цепь принимает три значения 123 по одному для каждого цвета берутся равное 1 получаю как бы картинку в красной политике берутся равные 2 получаю картинку в зеленой палитре берутся равные 3 получаю картинку в голубой палитре ну как с массивами да я фиксирую когда туда ну типа короче при фиксированном c моя картинка становится матрицей до становится табличкой интерна интенсивность мы забыть забили георги вот на интенсивность мы забили и считаем что она не нужно хватит вот трех цветов этих да ну вот ну вот собственно некоторая иллюстрация что вот получается что у меня есть входная картинка она вот такая у меня трехмерная типа у нее есть ширина высота и вот c in каналов и у меня есть фильтр некоторые тоже трехмерный я с ним сворачиваю вот беру например вот такой кусочек вот такой под кубик на моей картинке входной его умножаю на вот этот фильтр и получаю значение пикселя вот здесь ну и так далее то есть вот я пробегаюсь вот таким кубиком по всей картинке и получаю выходную картинку вот такую одномерную с одним каналом кто это я не знаю кто-нибудь знает чуть за животное никто не узнает без идей это вообще что существующие это вы после нашего доза но возможно да вы какие-то пишите слова в чат я даже не знаю существующие животные или нет вот вот такой копибара я знаю но вроде это не копибара они вроде побольше да зубастая лень в общем если честно я не знаю кто это вот просто какая-то картинка из интернета вот так что можете разобраться потом напишите в чате что этот фильтр делает неважно тут просто это какой-то рандомный фильтр у него смысла давайте считать что нет ну вот ну и еще вот последнее соображение а вот говорю что похоже на кабаргу кабарга ладно я я предпочитаю потом то что вы скинули хорошо значит и последнее соображение вот вас немножко до гружу и после этого перейдем к немножко другой теме значит вот один фильтр как мы с вами знаем ищет какую-то какой-то конкретный паттерн на изображении ну вот как мы раньше обсуждали да если у меня фильтр например это там что-то типа там 111 вот такой фильтр 3 на 3 с единичками на диагонали то это означает что я буду искать на моей картинке какие-то участки где у меня на диагонали есть как бы как что-то интенсивное есть на диагонали какие-то вот заметные объекты вот и вот значит один фильтр если я с ним свернула мне вот такой паттерн на изображении будет искать но мы же и будем решать сами очень сложные задачи мы будем решать задачи там распознавания лиц на изображении будем решать задачи там например определение скажем эмоций по лицу на и это очень сложные задачи наверняка чтобы понять какая эмоцию человека на лице недостаточно просто одного фильтра да нам нужно будет много-много разных паттернов найти потом их как-то скомбинировать и на основе их сочетания уже сделать выводы о том что там у человека такое он улыбается или там грустит или что то еще то есть мне нужно будет много разных паттернов находить а как это сделать давайте просто сделаем много разных фильтров давайте теперь я скажу следующее что у меня выходное изображение image out тоже имеет три координаты это x и y это пространственные координаты ну то есть как вот сама картинка которая получается на выходе и еще добавляется третья координата она индексируется вот буковкой т это тоже каналы то есть теперь у меня выходное изображение тоже имеет т каналов т большое каналу и каждый канал у меня будет соответствовать своему фильтру то есть например вот я считаю координату x и y в выходном изображении и канал номер т тогда я беру просто фильтр к свой для этого канала видите у фильтра появляется индекс т то есть вот беру канал номер один беру первый фильтр с ним сворачиваю картинку получаю какое-то изображение потом беру второй канал т равно двум то у меня свой фильтр с ним сворачиваю всю входную картинку получаю второй канал выходного изображения и так далее то есть вот теперь я буду из входного изображения размера ну скажем там h на w на c и по нему получаю выходное изображение размера h на w на t то есть на выходе у меня тоже будет изображение с большим количеством каналов то вот данил правильно говорите на выходе будет как бы массив картинок да то есть на выходе тоже получают тензор по сути ну или там много-много картинок вот каждая картинка и 300 свертки со своим фильтром то есть у меня будет большой разных фильтров александр спрашивает есть ли смысл те одинаковых фильтра для трех каналов использовать вы имеете ввиду вот c то что типа у меня для каждого c один и тот же фильтр это может иметь смысл но учитывая что у нас и так мало параметров то наверное лучше чтобы по каждому каналу у нас были свои как бы фильтры свои веса это не сильно увеличить число параметров но зато помощнее сделает нашего это преобразование поэтому лучше вот чтобы у меня так такого не было как вы пишете но в целом можно пробовать вот значит вот мы в итоге с вами обсудили как устроена операция свертки в общем виде она по изображению кого-то размера с с каналами дает на то же изображение с т большое каналами вот получается все равно ты не обязательно не обязательно совершенно то есть вот как раз таки наоборот в сверточных архитектурах не растяг например на вход поступает изображение с тремя каналами а например как правило после первого слоя сверточного берут 100 каналов то есть я входное изображение обрабатываю сотней фильтров где в формуле и его тут нет то есть я считаю что у меня просто маленькая принимает значение от 1 до т большого так вот мария говорит что так мы же по каналам один и тот же фильтр используем по каждому набору шли навыста каналы проходимся разными фильм это да но там вопрос был про то что не нужно ли делать так чтобы вот в одном фильтре вот у меня фильтр есть трехмерный какой-то до не нужно ли делать так чтобы у меня как бы значение в одном пиксели были одинаковые по всем трем каналам чем выход на разных ты отличается там разные фильтры используются в виде у меня вот фильтр индексируется буковкой то есть у меня при разныхты используются просто разные как бы паттерны, ищутся разные паттерны, используются разные фильтры. Так, еще вопросы? Простите. Да, он выгодился. Ну что, вроде так. Напишите плюсик, если более-менее понятно, что сейчас произошло. Плюсиков довольно немного. В Zoom появились смайлики? Ну да, да давно, вроде можно в чат вставлять их. Получается, фильтры накладываются... Нет, ну фильтры на все накладываются, как на предыдущей картинке. Вот у вас, типа, есть картинка, вот есть фильтр 3х3, и по всем каналам, по всем цветам, как бы. И вот вы его накладываете, получается, на этот пространственный кусочек, и на все цвета в этом кусочке. И вот так вот им идете. Фильтр по небольшому кусочку картинки, и по всем цветам делается. Ну окей. Что получается? Вот у меня есть формула для сверточного слоя. И в нем из параметров только вот этот фильтр, вот эти фильтры. Всего у меня этих фильтров, T большое, как мы обсудили. И в каждом фильтре, сколько у меня картин... А, кстати, вот у меня опечатка здесь, квадрат должен быть. Опечатка, ошибка, господи, что я себя оправдываю. Вот, значит, получается, каждый фильтр у меня имеет размер 2D плюс 1 на 2D плюс 1. Это вот пространственные координаты. Умножить на C, на число входных каналов, и всего таких фильтров у меня T большое штука. Получается вот столько у меня обучаемых параметров в сверточном слое. Ну, например, если у меня фильтр размера 3 на 3, то у меня получается 3 в квадрате. Допустим, на входе у меня 3 канала. И, допустим, я хочу получить 100 каналов на выходе. Что у меня получается? 3х3 9, 9х3 27, 27х100. Всего 2700 параметров получится в таком слое. Очень мало. В полнофлязном слое, как вы помните, там какие-то миллионы и сотни миллионов параметров. То есть в сверточном слое у нас очень мало параметров. Так, что значит, фильтр обучается? Разве мы его не фиксируем? Нет, это параметры. Это параметры, которые мы будем обучать с вами градиентным спуском. То есть мы вот будем подстраивать эти фильтры, эти паттерны так, чтобы решалась наша итоговая задача. Это то, что мы будем обучать. Так же, как веса в полнофлязных слоях. Вот. Как определить Т большое? Ну, вот я позже буду рассказывать вам про то, какие бывают архитектуры сверточных сетей. Вот. И там мы обсудим, какие вы эти Т большое берутся. То есть там просто я вам покажу, что люди придумали, какие они подобрали размерности, чтобы эти сети работали хорошо. Так, дальше. Зачем мы умножаем на число каналов? У нас фильтр 3х3 проходится по всем каналам такой. Он вытягивается ведь в 3х3 на число каналов. Ну, да. Да. Ну, собственно, вот поэтому я... У меня же в фильтре... Вот. Он проходится по всей картинке. И в каждой точке я должен его умножить на 3х3 на число каналов, на С. И вот как бы получается, у меня тут могут быть для разных каналов разные числа в этом фильтре. Поэтому я умножаю на 3. Так, получается, Т-фильтров для Т-участков исходной картинки. Ну, что значит для участков? У меня просто Т-фильтров. Я каждым фильтром прохожусь по всей входной картинке. Каждым из этих фильтров. Как фильтр обучается? Да, градиентным спуском. Ну, то есть просто как бы пока что... Смотрите, пока что мы обсудили... Вот то, что мы обсудили, это кусочек нейронной сети. Позже, где-то в конце этой лекции, наверное, может быть, на следующей лекции, я вам расскажу, как вот такие вот слои отдельные объединить в одну нейросеть, которая на вход будет принимать картинку, а на выходе давать вам ответ, которая на выходе будет говорить вам, что вот здесь у нас человек улыбается. Мы обсудим, как это сделать, увидим эту архитектуру целиком и дальше просто скажем, что окей, вот есть некоторая, получается, там модель, которая на вход принимает картинку, на выходе дает результат. У нее... Вот она состоит из таких вот сёрточных слоев и может быть чего-то еще. И дальше просто будем обратным распространением ошибки считать градиенты по этим параметрам и обучать их градиентным спускам. Что такое градиентный спуск по тензорам? Надо самому-самой посмотреть в маткурсах. Это просто не нужно знать. То есть для нас вот здесь это будет абстракцией. Все библиотеки типа того же PyTorch умеют сами эти там градиенты считать как надо. Так что давайте считать, что как-то это можно вычислить. Нас это не особо волнует. Мы не будем это выписывать. Так, еще вопросы какие-нибудь? Так. Александр, вы спрашивали про T-фильтров для участков картинки, а я сказал, что у меня просто T-фильтров для всей картинки. Каждый я применяю ко всей картинке. Не знаю, ответил ли я на ваш вопрос. Если нет, спросите еще раз. C это просто 3. Ну, для входной картинки да. Но у меня будут эти слои потом как бы друг за другом следовать. То есть я применю сверточный слой, получу какую-то картинку какого-то там размера со сколькими-то каналами. И к ней я снова применю другой сверточный слой. И для него уже на входе будет не 3 канала, а больше. Вот. То есть, в принципе, у меня C может быть любым здесь. Так. Обучение сверток будет происходить, будет исходить из самой нейросетки, как эхо обратного сочинения ошибки. Да, да. Да, Ильфат, да. Ну, хорошо. Ладно, давайте считать, что как-то... Да, Александр, совершенно верно. T выходных картинок. Тася спрашивает, почему берут нечетное число? Да, как-то сложилось так. Даже не знаю. У меня хорошего ответа нет. Кажется, что если возьмете фильтр четного размера, да вроде ничего не сломается. Просто так удобнее. Так, немного непонятно про фильтр. У нас же есть заранее заданное значение. Типа, откуда мы знаем, что в процессе обучения градиентным спуском фильтр будет определять то, что нам нужно. Ну, смотрите, у нас будет нейросеть, которую мы обучаем на конкретную задачу. Например, распознавание эмоций на лице. Там есть выборка обучающая с конкретными примерами. Типа, вот фотография вот такая, и вот я сижу с кислыми щами. И типа, эта эмоция там никакая. А есть там фотография, где я вот так улыбаюсь. И там написано, что эмоция – это улыбка. Я не знаю, улыбка – это эмоция или нет, но неважно. Ну вот, короче, у меня будет какая-то обучающая выборка с примерами. И я буду подбирать эти параметры, вот эти вот параметры фильтров моих. Мои фильтры сами буду подбирать так, чтобы для вот этих вот картинок нейросеть в итоге выдавала правильные ответы. То есть, ну, как это обычно в обучении с учителем. Буду просто подгонять под, значит, мою выборку эти параметры. Так, значит, C и T никак не связаны. Они могут быть, то есть, C – это просто сколько каналов на входе, T – это сколько я хочу каналов на выходе. Я могу T взять любым. Связи никакой между ними нет. Мария, а на ваш вопрос ответил так немножко или пока сомнительно это ответил? Ну, хорошо. Ну, хорошо. Мы с очень важной штукой разобрались. Я обязательно вам дам вопросы в проверочной нашей, сначала неоцениваемой, а потом и в оцениваемой тоже, чтобы убедиться, что вы разобрались с тем, как все-таки работают. Так что, пожалуйста, если сейчас какие-то сомнения были, потом пересмотрите лекцию, задайте мне вопросы. Там, не знаю, про консультацию попросите. Вот у меня есть часы консультационные, можете в них приходить. Только заранее предупредите. Ну вот, короче, разберитесь с этой темой. Так. T маленькая – это не то, сколько каналов на входе. Нет. Т маленькая – это индексация выходных каналов. В общем, давайте с вами потом уже разберемся, нам пора дальше идти. Давайте поговорим еще про такую концепцию, как receptive field. Наверное, на русский это правильно перевести, как поле восприятия. Значит, что это такое? Вот смотрите. Представьте, что у меня есть сверточный слой. На вход ему картинка, на выходе он тоже картинку дает. Я беру какой-то пиксель на выходной картинке, на результате. И задаюсь вопросом, от скольки пикселей входной картинки зависит вот этот выход. Ну давайте пример. Вот у меня есть какая-то входная картинка. Я ее сворачиваю с фильтром размера 3х3. И вот получаю какую-то новую картинку на выходе. Дальше я беру какой-то пиксель выходной картинки, вот этот красненький. И смотрю, от скольки и от каких вообще пикселей входного изображения он зависит. Значит, смотрим, получаем, что, ну чего, чтобы вот этот пиксель получить, я вот с центром вот здесь, в этом пикселе поставил мой фильтр, получил вот такой кусочек 3х3 и его свернул с фильтром. То есть получается, что этот пиксель зависит от вот этих 9 пикселей входного изображения. значит, говорят, что вот этот, да, 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 вот Тася, правильно, с каким кусочком у него local connectivity, да, да, ой, вы как-то прикольно написали local connectivity, мне нравится. Да, то есть вот я говорю, вот я считаю, от какого размера входного, от какого прямоугольника на входе зависит этот фильтр, вот этот пиксель, простите, я что-то заговариваюсь уже, и говорю, что у этого пикселя как бы поле восприятия 3х3. Вот. Это очень важная концепция поле восприятия, то от какого кусочка входной картинки зависит вот этот выходной пиксель. И вот как бы дальше мы разберемся, что с ним делать. То есть вот это нам пригодится позже, чтобы убеждаться, что результат работы нейросети зависит от всей входной картинки. Но про это позже. А пока давайте поговорим про то, какие вообще поля восприятия бывают, и как они меняются. Вот тут мы обсудили. Мы применяем фильтр размера 3х3, и у результирующей картинки поле восприятия получается 3х3 у каждого пикселя. Допустим, теперь у меня два сверточных слоя. Я беру в эту картинку левую, сворачиваю ее с фильтром размера 3х3, получаю какую-то картинку. И ее, то что получилось, снова сворачиваю с другим каким-то фильтром размера 3х3. То есть как бы два сверточных слоя. Давайте теперь спросим себя, какое поле восприятия у вот этого вот красненького пикселя. Хорошо, давайте изучать. Значит, как я его получил? Я его получил из вот этих 9 пикселей на промежуточном изображении. Чтобы получить его, я взял вот эти вот 9 пикселей. Вот это вот как бы вот этот патч, вот этот кусочек размера 3х3. А как я вот этот кусочек получил? Каждый пиксель в этом кусочке я получил тоже из 3х пикселей на вот том исходном изображении. Например, вот этот фиолетовый пиксель, как я получил? Я вот этот вот кусочек, вот этот входного изображения, свернул с фильтром каким-то там другим ну и так далее но если я для каждого пикселя вот здесь помечу откуда он получился то выйдет что у меня вот эти вот синие пиксели в этот кусок повлиял на вот этот красный пиксель то есть получается что вот для этой вот схемы у меня поле восприятия каждого выходного пикселя 5 на 5 на умяжут получается 5 пикселей на 5 пикселей вот то есть если у меня два сверточных слоя подряд то уже у меня получается поле восприятия 5 на 5 александр спрашивает имеет ли это смысл без нелинейной функции между ними но во первых вы правы что обычно вот применяют свертку и потом еще нелинейную функцию чтобы как бы сделать посложнее нашу архитектуру но при этом смысл это все равно имеет потому что вот здесь как бы да вот на этой промежуточной картинке вот здесь у меня никакой пиксель от 5 от 5 на 5 не зависел а вот здесь у меня аж целый один пиксель зависит от куска 5 на 5 входного изображения то есть как бы у меня даже если без нелинейности применяю много сортак подряд у меня как бы в каждом пиксели больше информации агрегируется о входном изображении такая вот идея ну можно взять фильтр побольше да у меня параметров больше будет есть такая проблема что если увеличу размер фильтра у меня сильно растет количество параметров и порой сделать много сверток подряд по параметрам это может быть полегче ну вот значит ну вот обсудили вот тут у меня поле восприятия 5 на ну если я буду еще накидывать там фильтры там еще один еще один у меня там будет 3 на 3 потом 5 на 5 потом 7 на 7 9 на 9 и так далее то есть в принципе я получается могу растить размер поле восприятия я могу увеличивать ресепки фил за счет того что я просто делаю много сверточных слоев подряд но как бы у меня тут довольно медленно растет этот размер то есть там чтобы сделать 100 на 100 поле восприятия мне прям очень много сверточных слоев понадобится может быть нужно свертки побольше брать например не ты на 3 опять на 5 свертки нужно взять ну хорошо тоже можно посчитать допустим у меня две свертки подряд вот здесь 5 на 5 и вот здесь 5 на 5 чё тогда тогда у меня в этот пиксель зависит от вот этого куска 5 на 5 промежуточного изображения дальше я вот для вот этого кусочка 5 на 5 смотрю от чего он зависит во входном изображении и получаю что здесь у меня уже вот такой вот кусочек почти вся картинка входная влияет на этот пиксель на выходе будет неправильно написано сколько у меня здесь получается 9 на 9 9 на 9 поле восприятия вот это есть принципе если я беру фильтр побольше то поле восприятия у меня тоже растет побыстрее но все равно недостаточно быстро то есть даже если я возьму там три подряд сверточных слоя с фильтрами размера 5 на 5 у меня после трех слоев будет поле восприятия 13 на 13 а если у меня картинка там 1000 на 1000 пикселей да то есть все равно как бы кажется что просто вот так стакать подряд сверточные слои накидывать их друг на друга этого недостаточно у меня все равно выходная картинка будет зависеть от небольшого количества входных пикселей поэтому нужно что-то еще придумать нужно еще какие-то трюки которые позволят мне быстрее растить размер поля восприятия чтобы последний слой у меня смотрел на всю входную картинку для этого есть разные трюки и один из них это так называемые пропуски свертки с пропусками или convolutions with strides как говорят иногда прям по-русски говорят что типа свертки со страйдами вот ну и вот кстати вот я что до этого момента семинар сегодняшний не смотрел вы говорили провод параметр страйт у свертки касались этого да окей ну хорошо ну вот тогда вы уже даже знаете что это такое может быть не все знают давайте расскажу чтобы это было у нас в лекция для истории так а вот таза спрашивает это условия на последний слой до что-то общее но это просто что-то из таких соображений неадекватности типа ну кажется разумным чтобы результат работы моей сети зависел от всей входной картинки довольно странно если у меня последний слой моей сети должен говорить про то улыбается ли человек хоть где-то на изображении или нет но при этом этот результат не зависит от всей входной картинки то есть получается что есть какие-то участки изображения где там если человек улыбается и это не нужно ну то есть странно как-то да то есть вот тут просто что-то разумное так значит говорили про делейшн делейшн это похоже на другое да я про делейшн и про даже затрудняюсь их на русский перевести я про это поговорю попозже так мы смотрели по походу смотри на всю картинку пока двигались по но мы смотрели но при этом от разных кусков картинки зависели разные выходные пиксели а я хочу чтобы меня каждый пиксель на выходе в итоге смотрел на всю входную картинку ветка так так видим зависит от всей картинки разве нет уже рассматривали на прошлом слайде только один да но я хочу чтобы каждый пиксель у меня зависел от всей картинки то есть смотрите представьте что у меня ну короче ладно пока про это просто рано говорить поскольку мы пока не знаем как устроены сверточные архитектуры давайте когда дойдем до конца я там уже прокомментирую это более разумно и так значит что делают чтобы увеличить размер поля восприятия вот есть такая штука как пропуске что это такое за пропуске отвечает некоторый параметр давайте его с обозначим и допустим он равен у меня двум если у меня с равен одному то пропусков нет и свертки работают так как мы уже обсудить но что если я беру с равное 2 тогда я делаю следующее я беру мой фильтр помещаю его с центром допустим вот сюда ну пока вопрос как его могу с центром здесь поместить у меня же фильтр вылезет за границы ну допустим мы умеем с этим иметь дело помещаю сюда сворачиваю в этот кусочек там три на три с моим фильтром записываю результат давайте один обозначу записываю результат вот сюда дальше если бы мы делали обычную свертку то я бы сместил фильтр вот сюда центр фильтра вот сюда и посчитал свертку но у меня пропуск у меня страйт равен двум поэтому я сразу сдвигаюсь вот сюда то есть я как бы перескакиваю через одну ячейку когда переставляю мой фильтр и вот сюда уже помещаю сразу мой фильтр считаю свертку записываю вот сюда дальше я опять на двоечку перескакиваю здесь центром в тройке считаю свертку получаю результат и вот так постепенно двигаюсь и получаю результат какой-то вот давайте немножко цифры попишу вот идут такая штука то есть вот благодаря пропускам я как бы получаю выходную картинку меньшего размера но она зависит тоже от всей входной картинки так вот никита спрашивает из по умолчанию с равно 1 да то есть для стандартной свертки который мы с вами уже обсудили страйт равен единице вот но если мне хочется как-то поменять то вот я могу с увеличивать есть идея как у стокастического градиентного спуска ну в принципе кстати интересная аналогия я думаю что да да это аналогия корректная значит как бы я буду смотреть на меня будет меньше получается сверток но в результате примерно то же самое получится так можно еще картежем задать ну да никита вроде бы там можно сказать что строит по одной оси такой-то по другой такой-то типа чтобы вот допустим горизонтально я перескакивал между ячейками вертикально не перескакивал так не будет ли лучше с равно 3 ну не знаю а ну вы к тому чтобы типа пересечения не было да надо смотреть может быть вот но в принципе даже при с равном 2 я получаю сильное уменьшение размера картинки вот но при этом у меня как бы ну я я хотя бы хоть как-то с пересечениями ставлю теперь если с возьму равным трем то у меня вообще как бы очень разреженное применение фильтра получится не так что это хорошо но может быть надо экспериментировать почему выход вдруг от всей картинки зависит а ну потому что у меня какой бы я не взял пиксель входной картинки например вот этот у меня выход на выходе есть пиксель который зависит от этого пикселя например от этого пикселя зависит вот вот этот элемент выходной картинки то есть как бы у меня каждый пиксель хоть на какую-то клетку выходной картинки повлиял вот в этом смысле зависит от всей картинки так но в итоге же каждый конкретный пиксель все зависит только от кусочка 3 на 3 до владимир совершенно георгий посетите георгий совершенно верно так такие параметры нужно просто экспериментально подбирать ну да да но я бы даже сказал проще за нас уже подобрали то есть есть такие известно что хорошо работающие архитектуры сверточные в этом подобрали какие там сдвиги не сдвиги пропуске не пропуске там все это есть то есть нам просто нужно этим пользоваться но да в принципе если вы хотите подобрать под вашу задачу архитектуру нейросети то можно подбирать экспериментально ну вот короче вот такая есть идея с пропусками со страйдами вопросы какие-нибудь еще как бы было и при обычной свертки что для каждого пикселя исходной картинки будет да совершенно верно но сейчас я объясню зачем мы это сделали смотрите значит что получается допустим я делаю свертки с пропусками и допустим у меня в фильтр размера 3 на 3 то есть допустим я вот здесь применил фильтр размера 3 на 3 с пропуском 2 а здесь применил просто фильтр размера 3 на 3 давайте посмотрим что получается вот пиксель мой на выходе он зависит от вот этого кусочка промежуточного изображения а у этого изображения какой размер поля восприятия а чего в этот пиксель зависит 1 он зависит от этого пикселя а этот как бы свернул у меня тут кусочек 3 на 3 а в этот пиксель от чего зависит он от этого кусочка зависит тут же у меня пропуски до были с шагом 2 то есть получается что за счет того что я вот здесь считал с пропусками свертку у меня вот этот квадратик 3 на 3 зависит от вот этого вот серого куска входного изображения то есть от куска размера 7 на 7 то есть за счет того что я добавил пропуске у меня увеличилась довольно заметно поле восприятия для итогового пикселя то есть добавление вот этих вот пропусков позволяет мне просто увеличить размер быстрее увеличивать размер поле восприятия и это вот такой трюк который можно пользоваться если интересно как именно там есть конкретные формулы которые вам считают размер поля восприятия в зависимости от архитектуры сверточной сети вашей вот тут вот ссылочка можете почитать там очень красивые визуализации общем рекомендую потом сходить а еще есть такая штука как делаешь это ну вот делаешь на типа раздутия вот переводится но я не знаю как по-русски это красиво назвать там идея такая давайте я быстро ее проговорю значит у меня вот есть некоторый пиксель в этот который я хочу посчитать если я делаю свертку с раздутием и раздутие у меня размера 2 параметром и она задается то я делаю следующее я беру и вот в моем фильтр есть 9 пикселей до 1 2 3 4 5 и так далее и я их перемножаю не с непрерывным квадратиком 3 на 3 в входной картинке а вот с таким раздутым квадратиком то есть вот этот пиксель фильтра я умножаю вот на этот пиксель входного изображения второй пиксель фильтра я вот на это умножаю 3 вот на это четвертый вот на это и так далее то есть у меня как бы получается в свертке участвует вот такой раздутый кусок входного изображения но не все его пиксели участвуют в свертке только через один пиксель и умножаются на какие-то компоненты фильтра вот такая идея то есть когда у меня были свертки со сдвигами я брал мой честный фильтр 3 на 3 но его вот так вот перекидывал через там один или несколько пикселей а здесь в случае с раздутием наоборот у меня фильтр умножается как бы с пропусками на пиксели вот такая идея есть типа вот если я использую вот такое раздутие у меня тоже вот выходной пиксель зависит уже от кусочка входной картинки 5 на 5 они 3 на 3 но не от всех пикселей внутри этого кусочка но мы считаем что у меня картинка большая и поэтому от того что я пару пикселей пропущу ничего там никакую информацию я не потеряю вот такая вот идея есть делай шинами она например оказывается продуктивной потом задача сегментации изображения когда мы дойдем до сегментации я расскажу как там делай шины используются вот такая вот идея есть вопросы про нее привести пример где эти методы дают разный результат а разный результат в каком смысле типа качество разное или разные просто выходные картинки что из этого в обоих ну вот сложно то есть ну вот я думаю что мы в первой домашке как раз вам дадим попробовать разные виды сверток чтобы вы поигрались посмотрели как они вообще по качеству отличаются или нет сейчас сходу я так просто не приведу это дело вот то есть тут нужно практиковаться я запомнил такой запрос сделаем вот так данил говорит что получается это обычные свертки только как бы большего размера и с нулями ну кстати да на это может так смотреть что когда я делаю делайшн я по сути заменяю мой фильтр там три на три на фильтр пять на пять с кучи нулей да можно и так смотреть на согласен спасибо хорошее замечание ну вот тут есть некоторая ссылочка можете туда пойти там визуализация выложена как свертка с раздутием работает посмотрите ну ладно это общем давайте забьем что еще бывает что еще можно делать чтобы размер поля восприятия увеличивать есть еще такая операция называется пулинг вот что это такое идея операции пулинга следующие вот у меня есть входная картинка вот она слева давайте я ее разобью на блоке размера 2 на 2 вот один блок второй блок и так далее получается 9 блоков и давайте в каждом блоке я просто возьму максимум и запишу в выходную картинку вместо блока одно число это его максимум то есть беру вот то есть у меня входная картинка была размера получается 6 на 6 выходная картинка у меня становится размера 3 на 3 ну и чего я беру первый блок вот вот этот беру в нем максимум единицу записываю сюда беру второй блок простите в нем максимум тройка записываю вот сюда 3 ну вы поняли идею мне нужно прокашляться просто прошу прощения так вот ну и вот так получается я заменяю кусочки картинки на максимум и по этим кусочкам такая операция называется макс пулинг с фильтром размера 2 на 1 в чем смысл ну помните мы обсуждали с вами что вот если у меня есть паттерн где-то на картинке то я могу свернуть с таким фильтром картинку взять максимум и после этого посмотрю на этот максимум если он как бы хороший значит этот паттерн где-то на картинке представлен вот здесь также по сути я говорю что вот у меня там я свертку применил вот она вот так откликнулась в этих пикселях ну давайте возьмем максимальный отклик то есть вообще посмотрю насколько у меня этот паттерн представлен вот в этом участке ну вот такая идея эта операция пулинга ну в частности макс пулинга позволяет мне просто схлопнуть картинку довольно сильно при этом не потеряв особую информацию я сохраняю информацию о том где насколько сильно у меня там представлены такие паттерны так александр говорит получается пулинг не реагирует на вертикали диагонали так далее смотрите обычно пулинг применяется к результату свертки то есть вот эта картинка это уже результат того что я свернул входную картинку с каким-то фильтром и поэтому ну можно считать что допустим если у меня входной фильтр был там размера 3 на 3 и он детектировал там диагонали то да я смотрю насколько у меня вот в этом кусочке на диагонали фильтр откликнулся такая идея ответил александр на ваш вопрос так имеет ли это какое-то отношение к бассейнам ну вот александр совершенно правильно ответил что это вот как плиточка плиточка на дне бассейнов поэтому вот как бы такая аналогия есть если серьезно я не скажу почему называется подумаю об этом подумаю по исследую не задумывался пулинг дифференцируется ну как правило да то есть мы просто обычно когда у меня вот как когда я делаю пулинг я прокидываю производные только через пиксель с максимальным значением то есть типа вот у меня например вот здесь максимум получился в тройке я просто вот дальше производные прокидываю через этот пиксель вот туда вот дальше а вот эти у меня не будут участвовать ну то есть там есть как бы свои трюки просто как сделать вид что производная есть у пудлинга его можно встаивать все будет обучаться почему фильтр на 2 ну потому что я кусочки размера 2 на 2 заменяю на одно число почему я взял 2 на 2 просто для примера ну вот то есть получается что это некоторая процедура которая вот сокращает мне размер изображения и у нее обратите внимание нет параметров ничего не обучается я просто говорю что делай мне пулинг размера 2 на 2 все там изображение схлопнется все будет никаких хитрых процедур больше не нужно вот и пулинг часто используют то есть довольно часто чередуют свертки пулинги свертки пулинги чтобы вот так побыстрее схлопывать мое изображение чтобы быстрее размер поле восприятия рос вот такая вот идея ну и повторюсь это все важно чтобы у меня выход чтобы меня результат был значит зависел от всего входного изображения то есть что у меня выходные как бы вот нейроны да на на в моей сверточной сети зависели от всего что было на входе но мы еще до этого дойдем и обсудим поподробнее окей хорошо значит про это поговорили вроде бы обсудили что вот есть поле восприятия что его нужно растить что есть определенные трюки чтобы оно росло быстрее давайте поговорим про то ну какие еще нам понадобятся ухищрение и евристики при работе с свертками и с изображениями ну и вот ухищрение такое очень важное которое нам пригодится это паддинг как вы уже верно заметили если я применяю свертку вот напрямую вот в том виде в котором мы уже с вами обсудили то у меня выходное изображение уменьшается вот пример у меня свертка с фильтром размера 3 на 3 и вот входное изображение размера 6 на 6 и свертка с фильтром 3 на 3 я вот сюда не могу поставить центр фильтра потому что если я поставлю мне придется мне понадобится знать значение пикселей еще вот здесь и вот здесь я их не знаю там изображение уже нет поэтому я смогу поставить свертку с центром только вот здесь вот здесь то есть там где вот более такой яркий зеленый итоговая картинка из-за этого у меня уменьшится было 6 на 6 а станет 4 на 4 но это не очень круто во первых это нужно каждый раз задумываться про то как у меня меняются размеры картинок при операции свертки как там они уменьшаются проект нужно помнить это учитывать когда вы будете программировать на эти архитектуры это сложно и еще одна проблема в том что у меня из-за вот такого ограничения не будет учитываться то что происходит на краях картинки вот смотрите допустим я ищу вот такой паттерн уголочек уголочек справа и снизу говорит что сядет сейчас это исправлю значит вот допустим я вот такой паттерн ищу справа и снизу и допустим он в принципе у меня есть но вот здесь видите вот по сути это кусок такого паттерна у меня вот в левой верхней части изображения есть вот такой уголок как мне про это вообще можно узнать ну вот если я буду делать обычную свертку то я об этом вообще не узнаю потому что ну вот чё вот у меня картинка я ее сворачиваю вот с этим фильтром куда я смогу поставить центр этого фильтра максимум вот сюда если вот сюда поставлю этот фильтр он вообще не заметит этот уголок то есть я никак не узнаю что вот здесь у меня есть такой паттерн это плохо то есть я получается буду игнорировать какие-то паттерны важные на краях картинки а мы же хотели чтобы у меня все было инвариантно чтобы я мог находить на любой части картинки этот паттерн получается это как-то нужно исправлять да кстати вот если мы его так делаем все по-честному то есть если мы применяем фильтр только к тем кускам изображения которые знаем и итоговое изображение у меня уменьшается в размере то говорят что я применяю свертку в размере в режиме в элит могут типа по-честному свертка по чесноку как это исправить ну например можно сделать так называемый zero пейтинг то есть просто добить мою картинку нулями по краям вот я могу на бубеник 0 и вот здесь вот в любом количестве и дальше пожалуйста вот к тому что получилось к этому я применяю свертку уже в valid mode ну и вот например если здесь у меня был вот такой вот паттерн и по единички и фильтр вот такой то здесь уже да все получится я поставлю фильтр с центром вот здесь получается и фильтром захвачу в этот кусок и замечу что вот здесь у меня единицы стоят они там перемножаться вот с этими единицами и у меня получится какое-то значение отклика вот здесь ну тройка получится вот здесь я уже буду знать что такой паттерн у меня встречается вот то есть вот можно нулями добиваться как думаете какие у вас идеи почему zero пейтинг может быть не лучшим вариантом есть какие-то недостатки у такого подхода любые идеи можете озвучить размер не уменьшает это наоборот мы этого хотим мы хотим чтобы при свертке размер оставался таким же потом лучше пулингом там уменьшим размер или сделаем отдельный сверточный слой там с дилейшинами или со страйдами и уменьшим но вот когда я делаю вот такую честную свертку я хочу чтобы размер не уменьшался то есть это как бы неплохо так данил говорит что это повлияет на значение пикселя в свертке ну типа что нули как бы да там будут а может быть там не нули должны быть ну да да то есть какое-то предположение делаю почему-то 0 добавляю так если потом минпулинг сделаю это будет плохо согласен может появиться случайный подвода георгий да вы правы вы правы 0 добавляют данные которые делаем до заполнение зависит от пикс да 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 вы очень правильно говорите все равно меньше информации пикселях ну да василиса да но это уже как бы что поделаешь на краях всегда будет так в общем да проблема зеропаддинга в том что в принципе у меня появляются такие довольно характерные паттерны на краях изображения то есть у меня вот давайте вернусь назад то есть в принципе например теперь я могу придумать какой-нибудь фильтр который будет мне детектировать только края картинки то есть если я вот сделаю какой-нибудь фильтр который откликается вот на эти вот нули по краям то значит скорее всего это будет фильтр который будет срабатывать только на краях изображения то есть я могу вот из-за того что у меня всегда вот так устроена граница я могу теперь сделать какой-нибудь фильтр который реагирует мне только на объекты на границе а это ж ну не факт что то что я хотел мы же хотели чтобы меня свертки были инвариантны к тому где находится объект а тут я наоборот буду могу начать настраиваться на края это не факт что хорошо как исправить можно например придумать рефлекшен паддинг это когда я просто беру и отражаю картинку как бы относительно границы то есть вот у меня границы изображения вот здесь проходит вот серым у меня исходное изображение нарисовано и допустим не его нужно добить еще на два пикселя в каждую сторону тогда я просто их отражаю то есть вот например вот тут у меня как будто стоит зеркало вот тут у меня было 12 тут тоже 12 в другом порядке вот тут у меня было там 73 вот тут у меня отражается получается 73 ну короче вот как то так вот я я получается отражаю от края мою картинку ну и тут уже как бы у меня нет характерного паттерна на краях у меня нет нулей но с другой стороны как я теперь могу начать детектировать края я могу сделать фильтр который детектирует мне симметрии я могу сделать фильтр который мне находит зеркальное отражение и тоже он будет срабатывать скорее всего только на краях Есть еще replication padding, когда я просто продолжаю за край То есть у меня вот, например, здесь пиксель 3 на границе Я просто тогда тройкой добиваю и за картинку, если мне нужно Или вот здесь шестерка у меня, я шестеркой добиваю за границу Но тоже как бы тут у меня некоторые характерные паттерны возникают Короче, какой бы я padding не придумал Кажется, что это будет заметно И модель при необходимости может это дело выучить Ну, поэтому какая разница, какой использовать В принципе, особо нет каких-то рекомендаций Какие padding лучше, какие хуже Наверное, можно брать zero padding и не заморачиваться Почему нельзя вместо нулей забить случайным шумом? Да в целом можно Ну, это стремно просто, что я какой-то рандом добавляю Ну, в общем, как-то сходу кажется, что это так себе идея Рандом добавлять Но в целом кажется, что может быть и можно Если я точно хочу, чтобы никаких паттернов не возникало Может быть и можно Просто я такое не видел, чтобы так делали Хорошо, я подумаю про это Если придумаю, почему это плохо, я скажу вам Ну, окей, хорошо Ну, у нас осталось пять минут Не знаю, рассказывать ли вам дальше Давайте, наверное, расскажу кратенько Значит, как в итоге обычно устроены сверточные сети Ну, вот, пожалуйста, типичная архитектура того Как мы сверточные слои складываем в одну большую сеть Идея такая Мне поступает на вход какая-то картинка Допустим, это вообще черно-белая картинка Там размер 28-28, у нее один канал Ну, то есть как на Мнисте Помните, я про Мнист рассказывал в прошлый раз Задача распознавания рукописных цифр Там картинки как раз размера 28-28 И они там с оттенками серого То есть там один канал, никаких цветов нет Как обычно устроена сверточная сеть Я беру картинку Применяю к ней сверточный слой с N1 каналами То есть как бы на входе у меня там 28-28 на 1 На выходе получается 24-24 Потому что тут без падинга я делаю На N1 N1 каналов выходных Получается вот как бы такая штука Дальше делаю MaxPooling После свертки То есть схлопываю вот эти вот картинки, которые получились Получаю картинки размера 12 на 12 После MaxPooling Дальше снова сверточный слой С какими-то там свертками, допустим, размера 5 на 5 Получаю результат 8 на 8 с N2 каналами Снова MaxPooling Ну и вот получается я сделал два раза свертки, два раза MaxPooling И на выходе у меня картинка размера 4 на 4 с N2 каналами Допустим, мы решаем, что хватит На этом мы заканчиваем сворачивать После этого делается операция под названием Flattening Выпрямление или вытягивание Давайте, наверное, вытягивание говорить Хорошо получается Что это такое? Я беру вот этот тензор Ну или вот этот массив трехмерный И его просто вытягиваю в вектор В одномерный массив То есть, вот представьте У меня есть, допустим, такой вот тензор Размера Сейчас нарисую Размера 2 на 2 на 3 Я беру его элементы Вот этот первый Вот этот второй Вот этот третий Вот этот четвертый Это из первого слоя Дальше у него же есть второй канал еще У этого тензора Там у меня пятый элемент Шестой элемент Ну там седьмой, восьмой Ну и еще третий есть слой Там тоже есть, получается, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й И просто эти элементы выписываю вот в таком линейном порядке Ну, просто как вектор То есть, я просто беру все элементы вот этого тензора Вот этой, как бы, таблички трехмерной И вытягиваю их в один вектор Ну, в любом порядке можно Получаю какой-то вектор Ну, размера, получается, 4 на 4 на n2 И к нему применяю два полноцвязных слоя То есть, я сворачивал там, делал пулинги, сворачивал, делал пулинги Потом результат вытянул в один вектор И поверх него наворачиваю один полноцвязный слой И другой полноцвязный слой На выходе последнего полноцвязного слоя У меня 10 чисел И я требую, чтобы это были, как бы, вероятности того Что у меня соответствующее число есть на входной картинке То есть, я требую, чтобы моя нейросеть, по сути, говорила Какая цифра у меня была на входе Вот такая типичная архитектура получается со свертками Сначала свертки макс-кулинги Потом вытягивания И пара полноцвязных слоев Так, n в данном случае это количество выходных слоев Да, да, совершенно верно, Никита, да Вот Есть ли нелинейности? Да, скорее всего здесь Ну, я, опять же, конкретно про архитектуру не скажу Но, скорее всего, после свертки у меня тут нелинейности Да, там какой-нибудь берется RELU или там По-моему, тогда еще, когда это придумывали, RELU не было Сигмоида, наверное Так, вот Такая, значит, логика Давайте Отсвечем на вопросы Правильно ли я понимаю, что Если бы мы ограничивались один линейным слоем Нам не нужна была бы функция активации Ну, на самом деле, активацию ставят везде То есть ее ставят и вот здесь После сверточного слоя Просто каждый поэлементно применяет какую-нибудь функцию активации Чтобы нелинейности побольше было То есть она, в любом случае, пригодилась бы Почему нельзя один полноцвязный слой? Ну, получается обычно хуже просто То есть вот Оказывается, что приятнее делать два полноцвязных слоя Тогда просто лучше результат Эмпирический такой вывод Для каждого канала свой фильтр, да Есть ли какая-то логика за именно такой структурой? Ну, вот попробовали, получилось хорошо Ну, идея тут такая Что мы сначала делаем свертки, чтобы найти какие-то паттерны Потом, в итоге, я считаю, что я вот паттернов уже нашел дофига всяких Вот у меня много паттернов здесь И теперь давайте просто вот всю эту информацию Как-то совместим полноцвязными слоями И, наконец, решим нашу задачу То есть, по сути, вот эта часть Про извлечение признаков Как бы из изображения Про извлечение признаков о том, какие паттерны тут есть И дальше я беру информацию о всех паттернах Ее вытягиваю в вектор И поверх этого, по сути, применяю какой-то классификатор В принципе, я мог бы сделать так Я мог бы взять вот эти вот штуки Вот эти вот все там паттерны с последнего слоя Вытянуть в вектор И поверх этого там градиентный бустинг бахнет Но просто бустинг – это что-то, через что я производные не пропущу У меня не дифференцируемая архитектура получится Поэтому вместо этого полноцвязные слои А так последовательность получается понятна Извлечение признаков Плюс какой-то классификатор хороший Вот, наверное, логика такая за этой архитектурой Так, что лучше? Сплющивание свертки в вектор Или доведение свертки до вектора? Ну, лучше сплющить Потому что довести свертку до вектора Это что-то очень сложное получится И все равно у вас, скорее всего, он получится там многомерным Ну, чем это как-то прям заморочиться придется Так А, ну вот Александр тоже разумно пишет Да, да, согласен Окей, ладно, значит У нас время на этом заканчивается А что такое dropout? Про это мы поговорим Не смотрите пока Значит, время заканчивается Ну, вот рассказал вам, как это все склеивается в одну архитектуру Так, правильно ли понимаю, что N2 это разберет Нет, это просто N2 Это вот у меня получается столько выходных каналов То есть я применил к тому, что было на входе N2 разных фильтров N2 разных сверток И получается у меня как бы набор из N2 откликов То есть N2 это количество разных сверток, которые я делал Ну, если это непонятно, пересмотрите то, что было раньше Я бы там вроде бы подробно с этим разбирались Или меня спросить Вот Хорошо Ладно Давайте тогда на этом заканчивать Все, спасибо вам за ваши вопросы Если что-то непонятно, пишите мне Или там давайте консультацию устроим Тоже предложите это сделать Поразбираемся с тем, что было неясно Все, хорошо вам доучиться до конца недели Хорошо отдохнуть на выходных Увидимся в следующий четверг До свидания Продолжение следует...